Шамбови Махамудра — это удивительный процесс, потому что за 21 минуту он делает с вами что-то совершенно невероятное. Итак, что такое Шамбови? Долговечность чего-либо, компетентность, способности, эффективность — все определяется тем, насколько хорошо это спроектировано. Почему вы думаете, что это не так и по отношению к вам? С вами то же самое. То, насколько хорошо вы спроектированы, и будет определять все эти аспекты вашей жизни. Так что в этом значимость внутренней инженерии. Мы ищем способ начать создавать настоящую жизнь. Тело принимает удары. Ваша психологическая структура тоже принимает на себя удары. В зависимости от того, с чем вы сталкиваетесь, через какие ситуации проходите, как с телом, так и с умом, происходит разного рода потрясение. Идея состоит в том, чтобы поддерживать вашу энергию таким образом, чтобы она могла справляться со всеми потрясениями, которые происходят каждый день. Насколько интенсивной вы поддерживаете свою энергетическую систему, настолько же быстро выполняются эти ремонтные работы. Так что каждый день необходимо выполнять ремонтные работы, потому что вы — машина с внутренним обслуживанием. Если это измерение энергии внутри вас поддерживается на определенном уровне, то ваша система практически не будет изнашиваться. Это один из аспектов Шамбови. Многие из практикующих, наверное, уже испытали это. Если вы делаете практику только в полной луне, это другое. Если вы практикуете ежедневно, то увидите, что ваше тело и ум очень быстро восстанавливаются практически от всего, просто потому что ваша жизненная энергия поддерживается в состоянии интенсивности с помощью Шамбови. Эта активность приводит также к созданию определенного химического процесса внутри системы. Это предназначено для создания определенного уровня приятности, даже не понимая, почему большинство людей не могут петь в ванной. Но по мере того, как вы становитесь все более радостными, вы также становитесь все более и более беззастенчивыми. Да, это так. Даже я готов петь не потому, что разбираюсь в музыке, а просто потому, что потерял всякий стыд. Потому что, когда вам настолько хорошо внутри себя, мнение других людей не имеет значения. Если вы посмотрите на пьяного человека, ему совершенно наплевать, что вы о нем думаете. Здесь то же самое, но присутствует осознанность. Вы очень осознанный, но испытываете блаженство. Так что мнение других людей перестает иметь для вас значение. В чем значимость этого? Когда для вас важно мнение каждого, вы не можете эффективно использовать собственный интеллект. Кто-то сказал одно, кто-то сказал другое. Вы должны все это слушать. Но это не должно определять, кто вы есть. Практика Шамбови очень эффективна для получения этой свободы. Уже в течение шести недель практики вы начнете чувствовать, что внешние силы существуют, но они не определяют направление ваших действий. Для каждого человека очень важно воплотить свою жизнь. Очень важно не быть глухим, не быть безразличным. Вы слушайте, но действуйте в соответствии со своим интеллектом. Это очень важно. Иначе каждые две минуты вы будете менять направление своей жизни. И очевидно, что вы ни к чему не придете. Не имеет значения. Вы можете быть талантливый, способный, умный. Но если вы постоянно меняете направление, вы никуда не доберетесь. Кармическая субстанция и интеллект каждого человека настроены определенным образом. Они будут работать как машина, в одном направлении. Если вы хотите изменить направление, вы должны делать это осознанно. Вы не должны менять его просто потому, что кто-то толкает вас в одну или в другую сторону. Эту свободу можно ясно ощутить с помощью Шамбови Махамудры. Потому что эта свобода приходит, когда промежуточное измерение — есть нечто, что мы называем пятью телами. Физическим телом, ментальным телом и двумя другими — эфирным телом и телом блаженства. Они несут в себе много информации о том, кто вы есть. Когда этот промежуточный аспект пранамой коши или энергетического тела очень активен, все, что хранится внутри, не воздействует на ваше тело и ум. Мы не знаем, какой мешок кармы вы сейчас несете, но важно отделить это от вашей повседневной деятельности, отделить это от той личности, которой вы сейчас являетесь. То, как вы себя чувствуете в конкретный момент, определяется вами, а не кармической субстанцией, которую вы несете. Если вы позволите своей карме решать, все станет компульсивным, все будет управляться из другого места. Или, другими словами, вы станете заложником своего прошлого. Оно будет повторяться, и у вас просто не будет будущего в жизни. Огромное количество людей стали жертвами этого. Их прошлое всегда будет определять, что им делать завтра. Нет, ваше завтра никогда не должно определяться тем, что произошло вчера. То, что вы сделаете завтра, должно соответствовать тому завтра, которое вы видите сами. Но как только ваше энергетическое тело становится недостаточно активным, тогда то, что записано глубоко внутри, будет продолжать воплощаться в реальность. Это лишит вас возможности выдвигать свои собственные условия. Это будет постоянно толкать вас в определенном направлении. Так что Шамбови Махамудра — это удивительный процесс, который за 21 минуту сделает с вами что-то совершенно невероятное. И самое главное — на самом деле вам ничего не нужно делать. Вам просто нужно поддерживать пространство. Все остальное произойдет само по себе. Эта практика, по сути, не является практикой. В том смысле, что есть другие виды практик, которые вы выполняете, чтобы вывести систему на другой уровень. Эта же практика скорее освещение. После того, как вас осветили, все, что вам нужно делать — это просто содержать это место в чистоте. Вот и все. Просто каждый день поддерживать чистоту этого места. Все остальное произойдет само по себе. Это приносит расслабленность в жизнь. Ведь как только энергии станут такими, то, к чему вы стремитесь, чего вы хотите, естественным образом начнет происходить. Вам не нужно будет сталкиваться с трудностями по поводу каждой мелочи. Это даст вам свободу выбирать то, какими вы хотите быть сегодня. Не имеет значения, какими вы были последние десять лет. Сегодня вы получите свободу выбора. Ведь сейчас почти все может вывести вас из себя. Замечали такое? Чем менее вы капризны, тем меньше и меньше стечения времени на вас влияют окружающие вас вещи. У вас все меньше и меньше симпатий и антипатий. Жизнь расслабляется. Я ненавижу ее. Теперь я не могу сидеть здесь спокойно. Не имеет значения, она ненавидит меня, но я в порядке. Конечно, если она меня ненавидит, я не буду признаваться ей в любви. Но ничего. Если она кипит от ненависти, это ее проблема. Я в порядке. Это даст вам такую свободу в жизни, что внешние силы не смогут определить то, кто вы есть. И это очень важно. Продолжение следует...